Бисмиллахин рухмани рухмин Но несмотря на это, как сказал шейху Алислам, не было разногласия среди салифов на протяжении трех первых веков, что местоимение в словах «Сотворил Аллах Адама по Своему образу возвращается к Аллаху Субхана Хувета'алья». Все салифы и первые три поколения, которые являются наилучшими, не разногласили в этом вопросе. Не было разногласия среди саллифов на протяжении трех первых веков, что местоимение в словах «сотворил Аллах Адама по своему образу» возвращается к Аллаху, субханаху и та'аля. Пока не появились некоторые поздние ученые из числа Ахлю Сунны, такие как Ибн Хузейма, Абу Саур, Абу Шейх Алясбахани и другие, которые вернули местоимение в его словах «сотворил Аллах Адама по своему образу» к Адаму. Это мнение противоречит тому, чего придерживаются Ахлю Сунна. Но тем не менее, когда Ахлю Сунна сказали, что местоимение возвращается к Аллаху, субханаху и та'аля, они не подразумевали под этим уподобление и сравнение, и что образ Аллаха подобен образу Адама. Всевышний Аллах превыше всего этого. Никто из саллифов не говорил ничего подобного. И никто из ученых не склонился к тому, что образ Аллаха подобен образу Адама, превыше Аллах от подобного. Но они подразумевают под словами «сотворил Аллах Адама по своему образу», то есть по его описанию. Его слова «Аллах сотворил Адама по своему образу» — это почет, оказанный Адаму, алейхиссалям, то, что Аллах Всевышний создал его по своему описанию, субханаху и та'аля. То есть, его слова «Аллах сотворил Адама по своему образу» — это почет, оказанный Адаму, алейхиссалям, то, что Аллах Всевышний создал его по своему описанию, субханаху и та'аля. Эти слова «Аллах сотворил Адама по своему образу» означают, что Аллах, субханаху и та'аля, обладает качествами. Он обладает качествами слуха, зрения, речи, свят он и велик. Также он обладает качествами две руки и лик, субханаху и та'аля. И у Адама тоже есть одноименные качества. Поэтому у Адама есть такое качество, как лик, также слух, зрение, речь и многие другие качества. И у нашего Господа есть качества, присущие только ему одному. Но вместе с этим Всевышний Аллах не сделал подобия между качествами Адама и качествами, которыми он описал сам себя. Несмотря на то, что между ними есть общность в названии и в основе смыслового значения, однако между ними такая же великая разница, какая бывает между небом и землей. Всевышний Аллах сказал «Нет никого подобного ему, и он слышащий и видящий». Мы говорим «Аллах слышит, и Адам слышит». Но слух Адама не подобен слуху Аллаха, а также слух Аллаха не подобен слуху Адама. Аллах имеет лик, и у Адама есть лик. Но лик Аллаха не подобен лику Адама, превыше Всевышний Аллах от подобного. Тот, кто считает, что слух Аллаха подобен слуху Адама, а также лик Аллаха подобен лику Адама, он станет кафиром по единогласному мнению Ахлю Сунна. Ахлю Сунна подразумевает под его, сави Аллаху алейхи ва салям, словами Аллах сотворил Адама по своему образу, то есть по его описанию. Всевышний Аллах создал в Адаме качества, одноименные тем, которыми Он, субханнаху ва тааля, описал Себя. То есть Аллах слышащий, видящий, знающий. Также у Адама есть слух, зрение и знание. Но знания, слух и зрение Адама такие, какие соответствуют творению. А в качествах Аллаха абсолютное совершенство и истинная сущность. Нет никакой разницы между образами и другими качествами. Поэтому когда мы говорим, Аллах сотворил Адама по своему образу, это точно так же, как если мы скажем, что у Аллаха есть слух, и у Адама есть слух. Ахлю Сунна утверждает наличие слуха у Аллаха, а также утверждает его наличие у Адама. Поэтому Ибн Кутейба сказал относительно этого хадиса. Поношение этого хадиса произошло только потому, что он не пришел в книги Аллаха, но он пришел в Сунне Пророка, صلى الله عليه وسلم. Однако Ахлю Суна единогласна в принятии этого хадиса. И то, что под его словами Аллах создал Адама по своему образу, имеется в виду по его описанию. Так где же уподобление и сравнение в этом хадисе? У Ахлю Суны нет в этом хадисе никакого уподобления или сравнения. Напротив, они утверждают, что местоимение в этом хадисе возвращается к Аллаху, и что смысл этого хадиса, Аллах сотворил Адама по своему описанию, то есть Аллах создал в Адаме качества одноименные тем, которыми он описал самого себя. Также есть качества, которыми наш Господь описал себя, но Адам не имеет ничего из этого абсолютно. Понятно. Аллах творец, а Адам не является Творцом. Аллах наделяющий уделом, а Адам не наделяет уделом. Понятно? Аллах могущественный, а Адам не является таковым. Однако есть такие качества, которые Аллах создал в Адаме, а также наш Господь описал себя ими. И не обязательно, если ты утверждаешь какое-то одноименное качество творению и Творцу, что их качества должны быть подобными друг другу. Потому что Аллах нет никого подобного Ему, и Он слышащий и видящий. Утворения такие качества, которые соответствуют Ему. А Аллах обладает абсолютно полноценными качествами, истинную суть и смысл которых не знает никто, кроме Аллаха, субханаху ва-та'але. Да благословит вас Аллах, шейх, и да воздаст вам блага. Продолжение следует...